На нашей планете есть места, которые выглядят совершенно нереально. Кажется, это декорации какому-нибудь фантастическому фильму, созданные мастерами спецэффектов. Однако такие невероятные природные пейзажи действительно существуют, и в этом вы можете убедиться сами, посмотрев это видео. С вами канал ТОП ХАЙП, и сегодня мы покажем вам 10 мест, которые выглядят, будто бы они невозможные, но они реально существуют. Погнали! Аризонская волна В американской пустыне в штате Аризона существует необычное место, где песчаные дюны, запертые под землей на миллионы лет, снова показались из ее недр уже в совершенно ином обличии. Воды и эрозии изменили минеральный состав и активировали железо, а ветер над поверхностью завершил картину. Возникшая в результате ландшафт выглядит настолько невероятно, что мозг туриста, увидевшего аризонскую волну, будет какое-то время отрицать реальность происходящего. В силу того, что песчаник, из которого состоит большая часть волн, материал очень хрупкий. Доступ на этот природный объект сильно ограничен. И это логично, если любой турист будет ходить по волне, то она просто превратится в песок. Владелец территории, на которой находится аризонская волна, выдает всего 20 разрешений на посещение в день. Одна половина разыгрывается в лотерею, а вторая ежедневно. Пещера Вайтому За 30 тысяч лет это место превратилось в невероятный уголок, где время и пространство словно замерли. Карстовая пещера Вайтома находится в самом сердце Новой Зеландии. Это поистине шедевр природы, над которым она трудилась многие миллионы лет. В течение долгих веков здесь хозяйничал океан, создавая причудливые наросты известняка и таинственные хитросплетения ходов. А потом вода отступила, образовав систему из порядка 150 пещер. Это место стало домом для существ вида арахнокампа-люминоса. Эти уникальные живые организмы могут сиять во тьме сине-зеленым и салатово-голубым цветами, превращая своды пещеры в подобие ночного неба. Свечение помогает им приманивать мелких насекомых. Крошечные создания имеют одну особенность – громкий звук или малейшее неосторожное движение, пугает насекомых, в результате чего мерцание исчезает и наступает полная темнота. В пещеры можно попасть на лодке. Множество туристов приезжает сюда ежегодно, чтобы полюбоваться уникальным феноменом, ведь больше нигде на Земле такого не увидишь. С 1906 года по наши дни администрированием пещер занимается непосредственно правительство страны. Однако местные жители также активно принимают участие в обслуживании данного туристического объекта, получая за свои труды и некоторый процент от той прибыли, которую сейчас приносят туристы за посещение этого поистине волшебного места. Лес ледниковых клинков С раннего детства мы все любим лепить снеговиков. Многие доводят это искусство до совершенства, становясь потом скульпторами и вырезая невероятные фигуры из ледяных глыб. Но иногда сама природа не прочь поразвлечься и удивить нас новыми творениями из-за льда и снега. Если не верите, отправляйтесь в Чили, где в разных регионах страны можно найти целые леса из острых ледяных клинков. Причина их образования до сих пор неизвестна, ведь нигде в округе больше нет ни следа снега или льда. Впервые такие леса обнаружили в 1835 году. В высоту один такой ледяной клинок может достигать 5 метров. Клинки стали результатом явления под названием «сублимация» – химического процесса, посредством которого источник тепла превращает твердое вещество в газ без его предварительного плавления, в процессе которой происходит автономно. Угловое образование более мелких шипов дополнительно концентрирует солнечный свет. Это увеличивает скорость сублимации до тех пор, пока целые леса конических клинков не заполнят с собой весь доступный ландшафт. Каньо Кристалис Многие знают, что на Земле есть розовые озера, оазисы в пустынях и лавандовые лабиринты. Если бы один из тех путешественников, которые обожают подобные природные аттракционы, обратите внимание на радужную реку под названием Каньо Кристалис. Эта река длиной около 100 километров протекает в Колумбии. Ее воды могут одновременно быть красными, желтыми, оранжевыми, зелеными и синими. Уникальная река, протекающая по территории экологического национального заповедника вдали от цивилизаций, была внесена в список ЮНЕСКО как объект природного наследия человечества. Местные жители называют Каньо Кристалис рекой Пяти Цветов. За необычную цветовую палитру на самом деле отвечают водоросли под названием Макарения Клавежера. Именно они, в зависимости от интенсивности освещения, приобретают ярко-красный цвет, а водоросли Клавижа Макариненс отвечают за всевозможные оттенки зеленого. Черный и желтый цвета придают реке мхи, песок и различные водные растения. А чистое небо, отражаясь в воде, окрашивает ее поверхность в синий цвет. Радужные деревья В реальной жизни радужные эвкалипты, произрастающие на Филиппинах и в Индонезии, выглядят совершенно невероятно. Встречаются деревья этого вида также на Гавайях, в Калифорнии и Флориде. Радужный эвкалипт довольно быстро растет и может вырастать до 75 метров в высоту и 2,5 метров в диаметре. Но замечено, что он достигает таких размеров только на своей родине, где для него предоставляются самые комфортные условия. Необычной цветовой палитры эти деревья обязаны особенностям своей древесины и местоположению. Такой эффект достигается за счет постепенного отслоения коры, которая отходит от ствола узкими полосками, а на ее месте постепенно начинает образовываться новое с большим содержанием хлорофилла. Кора меняет цвет в зависимости от возраста и концентрации хлорофилла. Сначала она ярко-зеленая, потом темно-зеленая, потом приобретает оттенки от голубоватого до пурпурного, затем становится розово-оранжевый и в конце коричневый или малиновый. То, как быстро и ярко появится эффект, зависит от влажности и освещения в месте произрастания эвкалипта. Национальный геопарк Джанье-Данься Находится национальный парк Джанье-Данься на северо-центральной части Китая. На его территории можно увидеть много необычного, но самой главной достопримечательностью считаются красочные холмы, сформированные из красного песчаника. Они напоминают совершенную живопись, созданную самой природой. Такое природное явление – результат движения земной коры, выветривания и эрозии, происходящих на протяжении 24 миллионов лет. В результате образовалось подобие слоеного пирога, возникшее вследствие движения тех же самых тектонических плит, благодаря которым сформировалась часть Гималаев. Формы рельефа и горных пород, различные по цвету, текстуре и размерам, создают особенные ландшафты с множеством пещер, гротов, оврагов и долин, а также природных колонн и башен. Китай – единственное место на планете, где такие природные формирования привели к столь красочному результату. Каменные розы В создании этого уникального феномена, встречающегося в Мексике и Тунисе, не участвовали ни камни, ни розы. Формируются цветы обычно из гипса и риборита. В местностях с высокой концентрацией солей, эти минералы начинают менять свою форму при воздействии с песком. Обычно такие своеобразные розы не достигают больших размеров, в обхвате они не более 10 сантиметров. Кроме необычного вида и способа образования, у этих каменных цветов есть и другая любопытная особенность. Все они начинают отливать чистым белым цветом, если их поместить под ультрафиолетовую лампу. Национальный парк Ленсоис Мараньенсис Оазисы посреди безводных пустынь – один из самых необычных феноменов нашей планеты. Но все же они очень редкие и часто расположены в труднодоступных местах. Однако национальный парк Ленсоис Мараньенсис буквально утопает в них. Парк находится в северной части Бразилии. Поскольку Ленсоис Мараньенсис соседствует с бассейном реки Амазонки, он подвергается регулярным атмосферным осадкам. Их здесь выпадают в 300 раз больше, чем в Сахаре. С января по июнь в парке рьют проливные дожди, и вода, не успевая уходить в грунт, накапливается в долинах между дюнами. В результате получается космический пейзаж. Уходящие за горизонт белоснежные песчаные дюны, разбавленные сказочными по красоте синими лагунами. Некоторые лагуны временны и летом полностью пересыхают. Другие же постоянно действующие, даже имеют собственные названия. Каждый из лагун представляет собой отдельную экосистему. Из-за близости океана здесь часто дуют сильные ветра. За счет чего дюны перемещаются. До 80% песка находится в постоянном движении, формируя причудливые узоры на поверхности. Эта пустыня удивительна еще и тем, что здесь благополучно проживают многочисленные представители флоры и фауны. В бирюзовых лагунах плавает рыба, чью икру с океана приносят птицы. Также здесь водятся черепахи, крабы и креветки. Долина Хейкадалюр Долина Хейкадалюра расположена в южной части Исландии, севернее озера Лейгвартен. В наши дни это место стало уникальной площадкой для природных представлений. Чудеса здесь происходят по расписанию. Они всегда зрелищны, а вход в парк бесплатный для всех желающих. Здесь расположены несколько разных Великих Горячих Озер и Источников. Но только два из них в силу высокой геотермической активности периодически выбрасывают вверх огромные фонтаны кипятка. Первый носит название Великий Гейзер. Это самый первый горячий природный фонтан, обнаруженный людьми. Именно он дал название всем остальным подобным явлениям. Выброс воды он может производить очень часто и на высоту до 60 метров. Второй по значимости и величине Гейзер Долина расположен всего в нескольких десятках метров от знаменитого Великана и называется Страккур. Этот источник куда более производителен. Он демонстрирует свои яркие способности каждые 10 минут. Но высота фонтана редко при этом превышает 30 метров. Горячие источники Беппу Горячие источники Беппу в Японии – одни из самых известных во всем мире. Это второй по объему и величине геотермальный комплекс в мире. Здесь расположено более 2500 больших и малых источников, поделенных на 8 основных групп – 8 адов Беппу. Упоминания ада здесь не случайно. Для купания они слишком горячи, но привлекают отдыхающих интересными спецэффектами. Например, вода источника Умидзигоку имеет лазурный оттенок тропического моря, и его название переводится как «морской ад». Цвет молока имеет вода в источнике под названием «ад белого пруда». Зловещий кровавый оттенок придает воде ада кровавого пруда окись железа. В некоторых источниках предприимчивые японцы даже варят яйца и овощи, представляя туристам необычный ужин. Ну а в комменты напишите, в каком из этих мест вы хотели бы побывать больше всего. Ну а если вам было интересно, то со всей силы ставьте лайк, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить самые лучшие видео для самых лучших зрителей. Спасибо за просмотр, а также заоценивайте предыдущие выпуски. Продолжение следует...